всем привет с настроем камеру добрый вечер сейчас подождем немного добавятся люди в общем добавится не добавится давайте поговорим привет привет в общем сегодня добрый вечер сегодня знаете какую штуку заметил пришла мама с дочей и дочка прячется за своим гуру за своим учителем и за свою жизнь полностью опять же ответственность переложила на нее на него надо на своего учителя ездить за ним уже три года и своим умом очень как-то не живет делает вид типа она там духовная духовная а на самом деле внутри боли столько на для чего люди обманывают свои чувства вот этого понять не могу и нужна эта гуриастость не нужна гуру там учитель или кто прям его называют дует мой гуру не знаю для чего такие привязки че к человеку да ну и перекладывание вот этого вот своего гуру сказал то гуру сказал это а гуру так не делает гуру делает только так не знаю не понимаю за для чего это все то есть не верь никому не то чтобы доверяй себе не не доверяй людям которые тебя получают что-то не то чтобы получают есть люди которые которые показывают тебе на своем собственном примере что хорошо что плохо ты сам же можешь выбирать делай так или не делать но не перекладывай ты ответственность на человека возьми жизнь возьми ответственность на себя просто от отвечали все и когда и она еще к тому же оказалась психолог психолог и она там вот духовным своим учителем куда-то чего-то они там ходят ищут но когда я сказал что ну что вот к душе там прикоснулся вот почувствуешь что чувствуешь она мне сказала такую фразу которая мне повергла честно говоря в шок я прям в недоумении был душа это просто слово ты просто так называешь это просто слово души нет вот это поверло меня в шок и когда мы с ней прикоснулись до души ее когда она стала ее чувствовать под потоком любви она ревела минут тридцать не могла остановиться я до сих пор не не небольшом таком зайти недоумение что ли что душа это просто слово для нее при этом она психолог занимается духовными практиками для чего прячется в духовности когда я спросил что ты чувствуешь она как ничего она сделает из строит из себя знаете такого уравновешенного человека какого-то духовного гармоничного якобы а внутри раздражение когда и из когда я и озвучил я у тебя же внутри раздражение на тебя люди должны кидаться на улице потому что твое биополе оно дребезит постоянно и мама сразу подтвердила и в общем есть люди которые прячутся своей духовности в общем очень хочу сказать для чего непонятно душа слова любовь тоже слова не знаю не понимаю и главное вот нигде у нее там не возникает же вот вот это внутренней борьбы какой-то диссонанса духовность духовность и душа слова шоке я честно и при этом она очень чувствительная и очень тонкая но ее мозг ее имеет и и реально ее мозг имеет и и и знаете как этот в русском радио как-то было ли 7 8 назад шутка такая хорошо иметь домик в деревне хуже когда в домик в деревне имеет вас вот ее мозг и и имеет это так агурясность наверное людям нужно не знаю и люди таким учителям духовным которые типа гуру-гуру они прям рады идти и людей у них больше и как-то этот не знаю насколько это приносит польза потому что когда я сказал что наполняет ли ее учить любовью своей и вот энергии она сказала что учитель ничего не должен он не должен наполнять должен сам но если тебе не хватает чем-то будешь наполняться если тебя не научили генерить любовь то чем-то будешь наполняться и чем-то будешь наполнять своих детей в общем как то так не знаю машина потихоньку прогрелась сейчас буду ехать если будут задавать будет если будете задавать вопросы давать я по отвечаю если вопросов не будет тогда но в принципе но попробуем закончить трансляцию а может кто-то подключится и тоже будет задавать вопросы в общем пишите ставьте лайки эти сердечки как-то я не знаю для чего не нужны но в общем на экране очень красиво как-то получается поэтому в общем приятно есть во всяком случае такое ощущение что тебя слушают или слышат спасибо спасибо вот если у вас есть темы какие-нибудь вы можете ну пишите спрашивайте и мы эту тему немного разовьем сегодня с утра было очень много мыслей вай-фай сел мой и поэтому не смог с утра выйти в трансляцию и сразу я звучит спасибо что интересно что слушаете очень приятно а мне вообще понравилось в этот пользоваться перископом потому что вчера я сгрузил в youtube вот эту трансляцию вчерашнюю и в общем там тоже появил появляется аудитория в ютубе оказывается у меня там смотрят и просит еще транслировать единственное я не знаю нужно будет поменять этот крепление нам в машине потому что видео какой-то боком получается вот поэтому сегодня в руках держал немного телефон чтобы хоть какой-то часть трансляции было в нормальном ракурсе в ютубе и дела и не знаю при том это вот трансляция в истории как-то останется кто-нибудь смотреть потом дети или кто-то давайте немного еще тогда расскажу про я честно говоря про чем бы не начинал говорить у меня все заканчивается либо лидерством либо энергетическими какими-то штуками всякими типа сущностей откуда берутся они потому что эта тема которая меня прям кайфует это энергии сущности причем я насколько вот насколько я по моем понимании все что касается энергии все легко и поэтому вот эта излишняя гурястность меня всегда честно говоря вот в такое недоумение какой-то вводит и у меня у самого вот мой учитель который давайте про сущности давайте про сущности в общем есть энергетические сущности которые подавляют ну подселяются к человеку и они его подавляют его желание и его страсти наоборот какие-то усиливают там негативные и в православии это называется бесами в мусульманстве это называются джинами еще и слышал такого руахи это по-моему казахов так называют но вот тут ингреанс в тенгриансе психологии это называется субличностью и и и нас также это называется фантомом страха что в принципе и то и другое как бы ты не называл это в любом случае это сущность сущность само понятие сущность появилась относительно недавно насколько я знаю и ввел это то ли петров это основатель космоэнергетики возможно один ну один из первых где-то там но в любом случае вы наверно слышали все есть такая штука порча это вот на уровне бабок-гадалок и есть люди вот которые знаете вот этот я вот виду провожу тренинг эмоциональная свобода да и если вы послушаете отзывы люди говорят такие вещи что вот глаза открылись прозрение стало легко ощущение счастья и это ощущение счастья возникает от того что ты остался в своем теле один это ощущение счастье возникает от того что те энергетические привязки и энергетические сущности которые на тебя влияя влияли они перестали влиять И поэтому людям становится просто легко Они У них открывается дорога, что ли Так говорят Открылась дорога Это связано с тем, что запускаются чакры Любая негативная информация Любая негативная сущность Джин или кто-то Он сдерживает тебя Он сдерживает твой поток энергии Руслан, привет Он сдерживает твой поток энергии И у тебя не идут дела У тебя ничего не получается Ничто не срастается И когда эти сущности убираешь У человека Открывается дорога И развязываются руки Он видит только много возможностей Он перестает обвинять кого-то в своем У него просто появляется желание жить Это то, что во вчерашней трансляции я говорил По поводу того, что перекладывание ответственности И то, что бесполезно мотивировать людей Я вот вы правильно задали вопрос Я вот именно чувствую То есть Есть люди, которые видят Тут был вопрос, чтобы всем было понятно Ну, кто успел прочитать Чувствую ли я сущности И вот перекрытие энергетического потока Я чувствую сущности Я ощущаю их И я ощущаю, где у кого чего перекрыто У меня нет ясновидения Это и называется ясночувствование И яснознание Я реально чувствую и знаю, что нужно делать Когда я нахожусь в определенном состоянии Я не знаю, транс это или не транс Но, в общем, я просто Откровенно говоря Если вы мне дадите спичку Я могу подойти и тыкнуть туда, куда именно надо И там прям будет больно Потому что Знаете, очень многие люди В общем, сейчас очень много людей Которые занимаются вот этим Вытаскиванием вот этих штук Сущностей Экзорцизм Или, ну, как это называть Назвать, можно еще В общем, это экзорцизм называется В православии, по-моему, где там еще И вот Я это провоцирую через Через тело Через тело, когда начинаешь провоцировать Оно, в общем, выходит все Быстрее Раньше мне на это понадобилось Там 7-8 сеансов 10, когда как Сейчас, ну, где-то я справляюсь В 80% случаев Наверное, за 2-3 сеанса Иногда очень часто за 1 И В общем, как-то так Энергетические сущности бывают У них там виды всякие есть Некоторые разговаривают Даже вот как в кино, если вы видели Самостоятельно поддерживать это состояние Ты можешь Вот спрашивая Ну, в общем Так и есть После тренинга все хорошо И как поддержать это состояние Вот это состояние Легкости, эйфории Я еще на тренинге всем это объясняю Проговариваю Проговариваю, что Все эти бяки заходят в человека Тогда, когда он находится в негативе Когда ты в агрессии В злости В ненависти В зависти В любой негативной эмоции Ты опускаешься Ну, в общем, твои вибрации занижаются И в этот момент Вот эта вся бяка заходит Поэтому очень важно прописывать Письма прощения Всем Очень важно Учить Переучить свой мозг На позитив То есть Обязательно читать Аффирмации Там В течение полугода Хотя бы Или там месяц Двух Аффирмации По 15 минут Три раза в день И Есть мантра для обиженных Кто не знает Кто на тренинге не был Вы можете забить В гугле Матр для обиженных Оша Она начинается так Я Важный Индюк И И пошло Пошло Эта аффирмация Она доведет Любую твою обиду До абсурда В течении 5 минут Ты не успеешь дочитать Какой ты поймешь Что обижаться глупо И все Это Вот опять же Это тренинг Длиной в жизнь Как-то так А другие способов, честно Это должен быть твой образ жизни Постоянно себя выдергивать В позитив Но опять же, просто так В позитив себя выдергивать Но состояние бессмысленное Потому что нужно обязательно загрузить негативные эмоции Нужно убрать Вот эти все негативные привязки Сущности Негативную информацию с тела убрать И тогда ты сможешь реагировать по-другому Тогда ты сможешь принять то, что есть Тогда ты сможешь Тогда вот в эти моменты Помогут тебе эти аффирмации Но до этого момента Очень сложно Просто нас на аффирмациях это вытаскивать И на письма прощения Тогда понадобится не 40 дней Я 4 года Поэтому очень важно Вот это все загружать Негатив Его нужно убирать И поверх И не поверх И вот в это Вот знаете Почему тренинг идет 2 дня После вот Вы подтвердите После первого дня тренинга Вот на душе Такая пустота Есть умиротворение Легкость Но это пустота Ты просто пустой И второй день тренинга Он для того и суть Ну вот так получилось Что второй день тренинга Это наполнение Мы с тебя первый день Сгрузили Негативную Негативную информацию И на второй день И на второй день мы тебя загружаем Вот это состояние любви Счастья Вот эта вот эйфория Которая потом остается После тренинга И твоя задача Просто запомнить эти ощущения Но ты не сможешь их забыть Потому что Когда тебе грустно Ты можешь вспомнить То ощущение Которое было Когда играла твоя песня Когда ты стоял в круге Когда тебя все любили Когда тебя обнимали Просто вспомни это состояние И ты опять наполнишься этой любовью И все Это тебе поможет И потом Поэтому есть такая штука Ну встречайтесь Созванивайтесь Списывайтесь со своей группой Для этого мы создавали чат Для этого Боря собирает у себя Всех дома в Астане Как я к этому Ко всему пришел Я Честно Я был В очень жуткой депрессии Находился Лет наверное 7 Если не больше И в 33 года Я начал все вот это искать Символично конечно 33 года В 33 года Я учился Второй год в магистратуре А первый год В магистратуре Научно-педагогическое И Я весь мозг Выхлевал Своему учителю И она мне В магистратуре У нас она вела Стандартизацию Что-то такое Я ей задавал Очень много Я как сейчас понимаю Тупых вопросов Но которые Приводили ее в ступор И она сказала Что не может На них ответить Дала телефон Своего ученика Который у нее Учился В другом университете И я с ним созвонился Встретился И он мне дал координаты Организаторов тренинга Личностного роста Какого-то Типа сейчас все крутые проходят И посмотри Я с ней созвонился С этим организатором Она сказала Что тренер будет На фестивале Фаре И я поехал На фестиваль Фаре Чтобы познакомиться Просто с этим тренером И когда я пришел Познакомился с ней Меня повергла в шок Эта женщина Потому что Я три дня ездил На фестиваль на Фаре И не отходил от нее Ни на минуту Я просто ее преследовал Потому что я хотел понять Что она вообще за человек И что она делает с людьми Потому что люди рыдают Рыгают Блюют Орут Плачут В общем с людьми Происходилось что-то непонятное И я хотел вообще выяснить Что она делает И Наталья Да, Наталья Это Селезнева Я хотел понять Что она делает И в общем Я просто не понимал Меня Она меня так вынесла И она Когда я ей сказал Что я хочу научиться И делать то же самое Она сказала Пройди сначала мой тренинг А потом посмотрим Поговорим И опять же Меня знаете Пройди тренинг Какая-то замануха Лишь бы с меня бабки высосать Ну в общем Дурак я был тогда И почему-то Знаете Была такая штука Что Была такая штука Что Для меня специально Как будто это кино Все гоняют Там на фестивале И В общем У меня было убеждение Что любые Духовные вещи Должны доставаться Бесплатно Потому что это от Бога Ну в общем Бред какой-то Почему Вот откуда это взялось Вообще В моей голове Я так и не понял И В какой-то период Ко мне приходили люди Которые меня убеждали Что то Что я делаю Это дар Божий И типа Это от Бога И Я не имею права Брать за это деньги Как будто Но есть законы вселенной Где есть энергообмен И Я вам больше скажу Что Я принимал Людей Без денежного вознаграждения То есть Бесплатно Как бы Довольно таки Продолжительный период Времени Что вы думаете Результаты были в жопе Потому что Не было результатов Вообще никаких Практически Человеку становилось легче Он ничего не делал Для него это было не ценно И в принципе Как бы Он не выполнял Ни одно задание И результаты были на нуле Потому что Для него это не ценно Для него Ему досталось Это бесплатно Вот Я тоже Вот за ней ходил А знаешь Почему ты за ней ходила Потому что Когда человек Один раз Почувствует Источник любви Откуда-то Он будет за ним ходить Пока Не наполнится Потому что Ты это состояние Больше ни с кем Ни с кем рядом Этого состояния нет И когда ты один раз Хотя бы почувствовал Это состояние Ты будешь За этим человеком ходить Ну или не человеком За источником Вот этой энергии И некоторые Это состояние Чувствуют В местах силы Где-то И потом начинают туда ездить Потому что Они в какой-то момент Набираются А потом Эта энергия источается И они в общем Опять едут туда Поэтому и ходишь За ней Я тоже за ней ходил Я за ней ходил Полтора года То на тренинг То так То потом в друзьях Не набивался То В общем Я каждый раз Когда узнавал Что она приезжает В Алмату Я приезжал к ней Не знаю И в какой-то момент Пришло вот Вот это наполненность Состояние И потом знаешь Я так понял Что Чем привязываться К какому-то человеку И вот ходить Искать вот эту любовь Лучше быть источником Этой любви И генерить эту любовь самому И все И когда ты начинаешь Вот отдавать И чем больше ты отдаешь Тем больше ты получаешь И ты становишься источником Ты Тебе не надо искать Откуда-то это извне И ты В общем Просто как-то Сам наполняешься Не знаю Но я с Натали До сих пор дружу И я Больше скажу Я к ней прихожу Она меня Она со мной работает И Чистит Но она мягко это делает Я люблю ее Прям Я к ней приду Она меня обнимет Там посидим Чай попьем В общем поговорим И Мне от этой вот Беседы Там Или вот от этого От ее присутствия Просто вот То что я рядом с ней посидел Мне этого хватает Прям вот До следующей встречи И мы как-то Друг друга наполняем Друг друга Мы делимся опытом Мы Какими-то своими Новыми находками делимся И В общем это прикольно Поэтому Ищите Как создавать любовь Вот Положи себе руки На грудь Две Вот В район Души Вот где душа Положи И вот Почувствуй просто Вот эту теплоту Внутри Которая Увидь Посмотри Которые тебя окружают Любимому человеку И все И ты почувствуешь Как ты наполняешься Сам Это очень Классная Штука Ну вот Друзья Я приехал Если есть вопрос Давайте Спасибо Я вас очень Сильно благодарю Вы очень тонкие Если вы чувствуете Вот эту любовь На таком расстоянии Через эту трансляцию Знаете Натали Меня очень Долго И очень Так С любовью Тренировала Она мою эго Сколько подавляла Знаете Выбивала Просто С меня эту дурь Я был Менеджером Топом Почти Я входил В общем И У меня Вот это вот Как бы я не хотел Подавить Разницу свою В статусе Для меня статус был Очень важен Очень важен И я Очень долгое время Сопротивлялся Тому Чтобы Не работать Не работать С людьми Но Меня останавливало То что Я теряю статус Да То я был Директор по продажам Допустим А то Где-то году Бабка гадал Когда уровень Какой-то непонятный Это сейчас Для меня Вот эта вот Статусность Уровень Вот этот вот Он теряет Вообще ценность Какую-то Он потерял И Сейчас я понимаю Что От статуса Нет никакого Вообще толку Этот статус Может у тебя Забрать любой дурак Да Он тебя Уволит И нет у тебя статуса И ты никто И для меня Был шок Когда меня уволили Из корпорации И В первый же день Вот знакомый Да Я за вас рад Потому что Это очень такой Это прям Прорыв будет Но это колбасит От этого И В первый день Телефон вообще не звонил Не было ни одного звонка До 12 часов дня Потом Второй день Не было звонков И меня это так Выколбашивало И я понял В какой-то момент Я понял Что все мои движения И вся моя жизнь Была связана С корпорацией Но корпорация Это не моя жизнь Это даже не моя семья И у меня не было Семейных дел Домашних дел Не было Для меня это было Таким шоком Сейчас же У меня телефон Не замолкает Мне пишут На ватсап Пишут на почту Пишут в фейсбук Пишут в контакт И я сейчас понимаю Что То что я сейчас имею Меня с этого Никто не уволит Даже если я сам Захочу остановиться Я не смогу И поэтому Я благодарю Каждого человека Каждого Человека Который приходит Ко мне На консультации За помощью И Приходят люди На тренинг Я каждого Благодарю За то что Он Просто Он дает Возможность Мне проявиться И Каждый человек Мне дает Чувство Что я нужен Что я занимаюсь Тем делом Которое Реально нужно Если есть желание Научиться этому Вы обязательно Этому научитесь В этом ничего Сложного нет И Очень многие Знаете Очень часто Спрашивают А любой Этому может Научиться Или нет Я говорю Что этому Может научиться Любой человек Абсолютно И Не надо Обладать Никакими Особыми Данными Даром Или Чем-то Этот дар Есть у каждого Человека И этот дар Называется Любовь Этот дар Называется Душа И в принципе Любой человек Сможет Может научиться Ездить на велосипеде И то же самое Любой человек Сможет помогать Другим Людям И единственное Что для этого Нужно Это Любить людей И все И когда меня Натали учила Она говорила Так Я прям запомнил Я каждый раз Это цитирую Не прикасайся К человеку До тех пор Пока ты его Не полюбил И честно Если я вам скажу Я ставил человека Говорил Дыши И человек Начинал дышать И так как Сеанс длится Минут 40-60 Я вот Из всего сеанса Я на него 20-30 минут Медитировал Я про себя говорил Вот Я люблю тебя Я люблю тебя Я во благо тебе Я безопасен Для тебя И потом Попалась Как-то книжка Хопонапона Джо Витале И после этого Я стал говорить Я люблю тебя Я благодарю тебя Отчение 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 Про себя Я потихоньку Его боль Становилась Моей И я прям Вот плакал Всем своим сердцем С каждым человеком Сейчас это происходит Редко Потому что Очень многие вещи Я уже свои Тоже отработал И очень редко Теперь Чего стало Вот так Вот до глубины души Цеплять Но это Не из-за того Что я стал равнодушен А из-за того Что очень многие вещи Я просто проработал Внутри себя И сейчас Я И поэтому Я сейчас Наиболее эффективен В общем Как-то так И Если вы Когда Если вы начнете Этим заниматься Вы сможете Знаете Очень многие Бросают это На полпути И когда Вот захочется Бросить это Скажи себе Еще один год Если не будет Получаться Я это брошу Еще один год Я вот Знаете У меня Как я открывал Астану Я Более Чуть-чуть Стал зарабатывать В Алмате И Я решил Для себя так Год Я езжу В Алмат В Астану Если ничего Не получается Я Астану Закрываю И Даже если Это будет В убыток В ноль Я буду Ездить в Астану С упорством Идиота И я Добьюсь Если через год Не будет людей Я закрою проект И перестану Ездить в Астану Потому что Очень многие Тренеры Меня отговаривали Они говорили Что Астана Очень Такой город Который Не принимает И люди Прямо Все говорят В лицо Нравится Или не нравится В общем Как-то так Но я С упорством Идиота Ездил Раз в месяц В Астану И вот сейчас У меня уже Появилась Эйнура Организатор В Астане И Сейчас уже Собираются люди И в общем Сейчас я открываю Новые города И В общем Те говорю Каждый раз Когда захочешь бросить Скажи себе Я занимаюсь этим год Если у меня Ничего не получится Я Закрою этот проект И Пойду И устроюсь на работу Опять И буду сидеть В корпорации И меня никто Не будет замечать И я Проживу жизнь Не свою А чужую Я в Астану Приезжаю Я вот 19-го 20-го В Астане Будет тренинг Спасибо за приглашение Вот 19-го 20-го Декабря В Астане Будет тренинг Эмоциональная свобода Странно Я вот Я задумываюсь О России Потому что О русскоязычном Больше населения Потому что Я не владею Английским языком Но я У меня есть Мысли Что я Буду ездить В Москву В Питер Екатеринбург В Казань Благодарю вас Спасибо Что вы Очень светлый человек Благодарю Так что Как-то так И буду потихоньку Наверное Изучать английский Пока я не могу Это заявить Прям публично Я с сегодняшнего дня Начинаю учить английский Но Я понимаю Что английский язык Это будет Еще одним этапом И Это откроется Передо мной Те двери Это откроется Европа Но Сейчас я хочу Повлиять на свою страну Я хочу Чтобы было в Казахстане Больше светлых людей И я максимально Приложу все усилия Для того Чтобы Казахстан Стал светлее Что ли Добрее Как-то так А потом Возьмемся за Россию Сначала Казахстан Своя страна В приоритете Свой город Своя страна Она ближе Она роднее И Я когда смотрю На результаты Того Что с людьми Происходит Мне становится Тепло И когда я вижу Что Даже знаете Я вот сейчас Стал отслеживать Что в фейсбуке Очень много постов Таких Позитивных Стало Спасибо вам Правильной мысли Благодарю вас Спасибо И Мне приятно От того Что сейчас В фейсбуке Вот в своих друзьях Я вижу Что Спасибо Что люди Стали писать Позитивные посты И оказывается Что Знаете Когда я начинал Это делать Я Вот Посты В фейсбуке Я садился 20 постов Утром 20 постов Вечером Это была Моя работа И Я до сих пор Максимально Вот когда есть время Я Делаю Позитивные посты В фейсбуке В инстаграме В контакте И Я вижу Что люди Ставят лайки И когда Лайков много Мне радостно Что Я кому-то Поднял настроение Просто Поднял настроение И сейчас Вот Появился Перископ И сейчас Это можно делать Я не знаю Насколько это Получается Через перископ Конечно Где-то коряво Где-то Как-то Я все равно Волнуюсь И не привык К камере Но Я понимаю Что это еще одна Возможность Сделать мир лучше Благодарю всех За то Что вы меня слушаете Я смотрю Что в основном Одни и те же люди Меня слушают И смотрят Благодарю вас За сердечки Очень приятно И Я рад Что могу Как-то влиять На этот мир И Призываю вас К тому же Чтобы вы влияли Начните себя Изменитесь сами Меняйте свое Окружение Детей Влияйте на своих Родителей Любите их Любовь спасет мир И это не пустые слова И еще раз Чем хочу Закончить Сегодняшнюю Трансляцию Не у всех Есть Почти вчерашней записи Многие делились Благодарю Что делились Записью Она еще есть На фейсбуке И на фейсбуке И на ютубе И сегодняшнюю трансляцию Я сгружу На ютуб Для того Чтобы это сохранялось Этим можно было делиться Меняйте себя Своё окружение Изменись сам Изменишь мир Начинайте с малого Люблю вас Обнимаю До встречи всем Завтра трансляции тоже будут Благодарю Спасибо за сердечки Ой красиво как Они еще разноцветные Классно так Благодарю вас Люблю вас Обнимаю Классно Спасибо большое Спасибо Благодарю что слушаете Руслан Киезет Благодарю Руслан Атекс 2006 Спасибо Нато Натошка Натошка Благодарю вас Все Всем пока Пока Люблю Люблю Сердечки Прям не останавливаются Я не знаю Они Наверное влияют Как-то На количество Просмотров Ну в общем Пока-пока Спасибо Спокойной ночи Приятных сновидений Завтра Встретимся вновь Пока Что-то не останавливается Ой